МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Ника ТВ новости в студии Екатерина Киселёва и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среда, доступная для всех, где инвалиды отметили праздничным концертом. Твори добро, дети Новороссии получат новогодние подарки от калужан. Одна работа на всю жизнь. В Госдуме рассматривается новый законопроект о профессиональной принадлежности. К 2020 году всех россиян хотят обязать работать только по своей специальности. Для муниципальных и государственных служащих эти требования вступят в силу уже с 1 января 2016 года. Каждый работник должен будет соответствовать определенным профессиональным стандартам. Сейчас зарегистрировано 199 профстандартов, в конце года их должно стать 350. Сам факт появления профессиональных стандартов для каждой конкретной специальности, по которым работают наши граждане, он, безусловно, упорядочит взаимоотношения в этой сфере. Потому что работник будет четко знать, какие обязанности он будет выполнять, каким квалификационным требованиям он должен соответствовать, какие результаты он в итоге по своей работе должен получить. Для университета будет упрощение их работы, потому что они будут знать, под какой стандарт готовить конкретных специалистов. Большинство калужан признаются, что работают по специальности, но к новому законопроекту не все относятся положительно. Все правильно, все правильно, да. Так и должно быть. Мы еще не закончили университет, и после университета, естественно, будем работать по специальности. Если по одной специальности, и все, не меняй больше другую, ну это ерунда какая-то. Какая мне нравится, на том я буду работать. Если человек учился, значит, он должен получать свою специальность в дальнейшем. Ну я считаю, что человек должен знать, кем он хочет быть, соответственно, получать соответствующее образование и работать по данной специальности. 20 лет отработал он на одном месте. Такая специальность обширная. Допустим, он может делать что-то и другое, почему бы и нет. Когда человек поступает в ВУЗ, он иногда просто не представляет, чем он будет заниматься в жизни. Жизнь такая штука, столько поворотов. Ну, я не знаю, это все равно, что сказать человеку, у тебя две ноги, ты должен быть бегуном. Вы получаете информацию на работе, а ВУЗ он просто в общий уровень развития дает. Очередные финансовые рекорды. Доллар сегодня вырос в цене на 4 рубля 3 копейки, евро на 3 рубля 61 копейку. Таким образом, цена доллара впервые составила 54 рубля 38 копеек, евро 67 рублей 27 копеек. Подобные скачки эксперты объясняют нестабильностью национальной экономики и ценами на черное золото. Причина, которая в условиях как раз очень высокие темпы падения рубля, это падение мировых цен на нефть. Сколько времени продлится это падение, сразу предсказать сложно. Фундаментальных причин для того, чтобы нефтяные цены падали ниже 80 долларов за баррель нет. Но рекрутивные операции на нефтяном рынке могут удерживать нефтяные цены достаточно низко в течение года-двух. Сегодня в России впервые отмечается День памяти неизвестного солдата. По всей стране прошли торжественные митинги. В Калуге на площади Победы митинг начался с торжественного возложения каски, почетным караулом поста номер один. О многолетних традициях Ольга Золотина. 3 декабря 1966 года в 25-ю годовщину битвы под Москвой прах неизвестного солдата одного из защитников столицы перенесли из братской могилы на Ленинградском шоссе и торжественно захоронили в Александровском саду. Спустя почти десятилетие могила неизвестного солдата появилась в Калуге. В ней покоятся останки подольских курсантов, павших на линских рубежах. И практически сразу у мемориала на вахту заступили юные клужане. Почетная обязанность 3 декабря особенно ответственна. Она легла на плечи старшеклассников 45-й школы. Всего за несколько занятий они освоили правила поста и даже научились обращаться с оружием. Даниил Фролов уверен, школа караула пригодится и в армии, и в карьере юриста. Дисциплина поможет. Дисциплине, которая нас учит здесь, поможет в дальнейшем. Так как я начальник, я учусь руководить коллективом всем. Это тоже мне поможет в дальнейшем. Я научусь здесь общаться с людьми, руководить ими. Перед торжественным караулом начальник штаба рассказывает об истории создания поста, о первом руководителе и о каске. Пробитую свидетельницу войны нашли неподалеку во враге. И теперь она стала символом калужского караула. Знакомство с традициями – часть воспитательного процесса. Это, ну, все-таки связь поколений, патриотическое движение. То есть, выходя на пост, мы стоим и отдаем честь солдатам. То есть, Великую Отечественную войну мы вспоминаем. Наступит время, когда вот эти ребята, вот ваши ребята, могут встать на защиту нашей Родины. И будет, может, у кого-то из них момент, когда ему будет самое дорогое дать жизнь. Понимаете, он ее смело отдаст, эту жизнь, если будет знать, что о нем будет память. Вчерашние рядовые дети получают временное звание подчаски. Они стойко выходят на дежурство, несмотря на мороз. 20 минут молчания, без движения и следующая смена караула. От стоявших вахту есть немного времени отогреться за чаем. Только тогда себя немного пожалеть. Было тяжело. В 11 классе писали сочинения, остались 10 и 9. Ушли почти все мальчики, осталось 4 мальчика, которые были часовыми. Поэтому пришлось сделать две смены. Начальники, замначальника, разводящие были все девочки. Поэтому было очень тяжело, было холодно. Потому что приходилось сменять друг друга очень быстро. Отдыхая, вносят себя в историю. Каждая школа заполняет книгу памяти поста номер один. В ней рисунки, фотографии и впечатления. 45-я школа добавила лирики. У нас девочка написала стих. Отдай честь тем, кто отдал жизнь за нас. Их великие дела храни в душе. Гордись их мужеством и славь солдат погибших на войне. Они сражались до конца. Ни одного потома в магазине. Бежали в бой себе, твердя. За жизнь, за Родину, Россию. Многие возвращаются на пост уже взрослыми. Смотрят книгу, вспоминают юность. Служба в карауле уже след в истории. А для защитников Родины гарантия на незабвение. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ. Торжественные мероприятия сегодня прошли во всех регионах России. Не стало исключением и Калуга. Ровно в полдень на площади Победы собрались ветераны, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, школьники, представители политических партий «Единая Россия», «Патриоты России», несколько общественных организаций, в том числе «Наша Родина» и «Боевое Братство». Союз ветеранов в Афганистане, Союз десантников, Союз ветеранов боевых действий на Северном Кавказе «Росич». Всего около сотни человек. Дань павшим отдали минутой молчания и возложением цветов и венков к вечному огню. Мы, ветераны боевых действий, практически всегда поминаем наши боевые товарищи, которые могли бы быть рядом с нами, но ушли. Третий ТОС в нашей компании всегда это святое дело, мы вспоминаем лучших боевых друзей. Но сегодня уже впервые на таком государственном уровне, в 12 часов во всей России по местному времени, по инициативе ветеранской организации проводилась вот такая акция. Я думаю, значение этой акции, оно трудно даже оценить. Такой праздник, день именно памяти, он очень важен и нужен в наше время, потому что через год, в 2015 году, мы уже будем отмечать 70 лет победы. И, к сожалению, человеческая память так устроена, что многие вещи немножко стираются, забываются. И вот у меня воевали оба дедушки, и оба пришли с войны. Но по статистике того времени, в каждой семье практически кто-то не пришел, не вернулся с войны. Связь времен, связь поколений не должна прерываться. Молодое поколение и последующие должны знать свою историю, чтить своих героев. Поэтому мы сегодня здесь, на этом празднике, и участвуем в этом мероприятии. Мы видим, что происходит в Братской Украине. Вот там забыли свою историю. И случилось так, что в Раду попали и нацисты, и карачили. Политическая система пройдет проверку на прочность на новом этапе развития страны, уверен первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин. Выступая сегодня перед вице-губернаторами по социальной внутренней политике, он напомнил, что по социологическим данным, ни демократию, ни свободу слова ключевыми ценностями большинство россиян не считают. Володин привел данные, по которым главными россияне считают ценности семьи, это более 60%, респондентов безопасности 46%, по 30% достатка мира, справедливости и стабильности. А вот демократию как ключевую ценность называют только 4% опрошенных. Речь шла о том, что по данным того же самого социологического опроса, для населения главной ценностью всегда в России является семья. То, что касается, соответственно, того, что вот демократия как некая ценность стоит там на 4% населения, ее выбрали, оно никак не было связано с тем, что вот давайте там откажемся от этого. Наоборот, в своем выступлении наше высшее руководство подчеркивало слова президента о том, что, в общем-то, демократия является стержневым элементом нашего государства, который, в общем-то, вводит политическую конкуренцию, без которой развитие системы невозможно. Как только система закрывается, как только в обществе отсутствует политическая конкуренция, возможность преподать альтернативную точку зрения, это общество начинает деградировать. Мы это видим на тех или иных, соответственно, моментах, связанных с теми или иными процессами в регионах. Что касается поставления России и, соответственно, окружающего мира, ну, нам, опять-таки, коллеги приводили целый ряд примеров, где, собственно говоря, то же самое демократии больше у нас там на тех же самых выборах президента, когда там видео было на каждом избирательном участке, либо там в иных странах, где совершенно другие действуют механизмы выбора главы государства. Лучшая молодежь должна быть представлена в органах власти. Такое заявление прозвучало сегодня на Совете Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Активисты нашего региона могут проявить себя в молодежном парламенте, но подобные структуры есть не везде. Калужане поделились своими наработками и взяли на вооружение опыт челябинских коллег по созданию Совета молодых депутатов. Заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Варвара Антохина отметила необходимость подобной структуры. как наиболее конструктивной и перспективной, а также прокомментировала свой выход из состава КПРФ. Это очень взвешенное решение, которое давалось нелегко, и к нему я пришла не за один день и даже не за несколько месяцев. Есть определенное недопонимание, как выстраивает работу руководителя партии КПРФ, и по многим позициям я не согласна. Но в свою очередь хочу сказать, что я продолжаю работать, во-первых, на благо избирателей, в первую очередь, Людиновского района, которые свое доверие показали на выборах в 2010 году, на благо жителей Калужской области, работая именно депутатом-законодателем Собрания Калужской области, и также на благо нашего субъекта, представляя его в Палате молодых законодателей при Совете Федерации. Сегодня Всемирный день инвалида. Эта памятная дата появилась в календаре 12 лет назад, чтобы еще раз привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. В нашей области сейчас проживает более 80 тысяч инвалидов. С одним из них познакомился Александр Сорокин. Яркий пример для любого человека. Егор Мамонов после злополучной травмы во время отдыха не потерял любовь к жизни. Он стал ценить ее еще больше. Много путешествует по миру, заводит новые знакомства, работает на заводе, и, что самое главное, реализует свои возможности и в спорте, и в творчестве. В его коллекции уже далеко не одна картина. Ему впору открывать свою выставку. Сегодня он пытается покорить новые высоты изобразительного искусства. Егор является примерным трудоголиком, заботливым мужем и отцом, но и про других он также не забывает. Старается протянуть руку помощи своим товарищам, которые по тем или иным причинам замыкаются в себе и не хотят проявлять никакой активности. Работа – это очень большая реализация. То есть тут не только в деньгах дело, но и в том, что ты развиваешься, помогаешь, активным становишься, активной частью социума становишься, активной частью. И, конечно, по-другому совершенно ощущаешь, даже потом в общении проще, выход в люди. И я знаю, вот у меня тоже был период, когда мне было тяжело выходить на улицу. Я думал, что вот на меня будут показывать пальцы, а мне там на коляске как-то стеснялся. Сегодня он уже не стесняется. Быстро привык к нововведениям в его жизни. Но вот родной город до сих пор не может привыкнуть к таким людям, как Егор. Когда он выходит на улицу, Калуга порой превращается в настоящую полосу препятствий. Чувствуется программа «Доступная среда» или все равно сегодня есть какие-то небольшие неудобства? Ну, в последнее время действительно обратили внимание и власти, и простые люди на то, что необходима доступная среда в Калуге. Ну, не только в Калуге, а в России. И изменения есть, главное, в сознании. И постепенно среда меняется. Действительно, есть хорошие примеры. Один из таких примеров – молодежный центр, где сегодня проходит праздник, посвященный Дню инвалидов. Как отметил Егор, здесь поставили человеческий пандус. Он соответствует всем нормам, и пользоваться им можно не только с удовольствием, но и с четким осознанием, что он реально безопасен. Ведь поставить пандус легко, а вот сделать его комфортным для пользования намного сложнее. Причины разные. Кому-то лень, у кого-то не хватает денег. Одна из основных – осознание мира у обычного человека. И человека с ограниченными возможностями совершенно разное. Подняться для обыкновенного человека – это простая задача, на которую он порой даже не обращает внимания. А вот для человека с ограниченными возможностями найти вход или выход – это порой превращается в настоящую головоломку, где не найти ответа. Совершенно верно. А когда встречаются такие хорошие люди, очень хорошо на душе и вообще в жизни. Правда, таких добрых людей, как и пандусов в городе, да и области, не так много. Гораздо больше проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Самая главная проблема – это доступная среда. Нет нигде недоступной среды. И даже вот если делают, то не по правилам это травмоопасно бывает. Также выход из дома. Большинство инвалидов, например, как я, не могут выйти из дома. Какие сейчас проблемы? Проблемы здоровья. Вот видите, с палочкой стою. Вот оно и есть. Так что, а какие? Они ежедневно проблемы у нас со здоровьем. Лекарства нам не дают те, которые надо, которые нам подположены. А почему не дают? Из-за чего? Говорят, нету или в списке нету, или в аптеке нету. Одно из зубов не доставляет. Говорят, что область не объяснили. Не знаю, кто наш район виноват, или область виноват. Это мы не знаем. Мы люди больные. Нам написали, мы идем. И это еще не все. Помимо лекарств, больниц и доступной среды, проблемы у этих людей ощутимы и в других сферах. Образовании, творчестве, трудоустройстве и не только. Все вопросы требуют решения. Но на это понадобится время. За этот год удалось действительно сделать немало. Но впереди еще больше работы. Еще много вопросов, которые не решены. Лекарственные снабжения, медицинские снабжения, которые, конечно, в связи с различными уважительными причинами, но они значительно отстают от тех потребностей, которые необходимы. Волазь действительно делает, значительно все отличается, значительно все решается. При больших делах, большие проблемы. Вот, как бы, дело в ног делается, но проблем столько по доступной среде, что, как бы, на взгляд обывателя, они незаметны, однако они существенны. Танцы, песни и подарки в Калуге. День инвалидов отметили с размахом. Танцевали не все, но хлопал и подпевал практически каждый. Не обошлось и без официальных речей. Подвели итоги, наметили планы, извинились за то, что не удалось сделать в этом году и обещали исправиться в следующем. Закончили мероприятие на приятной ноте. Наградили тех, кто не только смог реализовать свои способности, будучи инвалидом, но и сумел помочь другим. Александр Сорокин, Андрей Сомов, телекомпания НИК-ТВ. Выпускники сегодня писали экзаменационное сочинение. С этого года оно вновь стало обязательным для всех и является одним из условий допуска к единому госэкзамену. Кроме этого, доступ к скану этого сочинения будут иметь учебные заведения. Оно может повлиять на поступление школьников в ВУЗ. Темы были подобраны больше философски, о любви, войне, природе. Самой популярной стала тема к 200-летнему юбилею Михаила Лермонтова. Обязательные условия сочинения должны опираться на произведения русской или мировой литературы. Школьники имеют возможность выбрать тему, имеют возможность сами выбрать то произведение из литературы, по которому они будут освещать данную тему. Ну и, конечно, самое главное, чтобы они написали свой живой отклик на данную проблему. На написание сочинения давалось 235 минут. Оценок не будет, результатом станет зачет или не зачет. Результат объявят уже в эту пятницу. Первыми впечатлениями авторы работы поделились с нашей съемочной группой. Вообще, ну, конечно, очень было сложновательно, потому что все-таки это в первый раз, и для нас, как бы, это, мягко говоря, непривычно. Но мы готовились усердно, сильно, и я думаю, что все у нас должно было получиться. Сейчас спокойно, наконец-то написал. До ЕГЭ можно отдыхать. На футбол сейчас пойду. Напряженно сидеть. Когда на тебя смотрят три человека, и еще сзади сидит твоя учительница по профильному русскому. Немного напряжно, да. Если честно, то не очень. Ну, вообще, я ожидала худшего, но... А в чем сложности были? Ну, не знаю, обстановка сама такая. Какая? Расскажите нам. Ну, напряженная. Ну, как бы, четыре учителя сидят. Вот. Ну, в туалет выходишь, да, с тобой тоже идут. Правильно подобрать произведения к данной теме, потому что можно было сбиться на какую-то другую проблему и подобрать совсем другие произведения, не относящиеся к данной теме. Бесплатный проезд за пятерку. Краснодарский водитель маршрутного такси Александр Кашерцев проверяет у своих юных пассажиров дневники. Получил пятерку, можешь не платить совсем. Если четверка, то плати 10 рублей вместо 17. Как признается сам водитель, ему просто захотелось сделать что-то доброе за свой счет. Детям идея дяди Саши понравилась. Благодарят водителя и родителям. У меня даже бывает по дороге останавливают, машут руками. Буквально недавно женщина, когда остановилась, протягивает мне коробку конфет с благодарностью. Я говорю, а что случилось? Говорю, за что? Говорит, мой сын, придя со школы, ни разу не могла его заставить, хотя бы что-то, занятия какие-то выучить. А сейчас, говорит, пришел со школы, зову обедать, он не идет. Спрашиваю, в чем причина? Он говорит, пока стих не выучу на пятерку, мне нужно завтра ответить. Говорит, для чего тебе это нужно? Стал его расспрашивать, он и все-таки признался о том, что решил теперь кататься бесплатно с дядей Сашей. Предупредил маму о том, что все равно ему понадобятся деньги на проезд. Посылки добра, чтобы поддержать детей Новороссии, передать им частичку тепла, калужане собрали несколько машин подарков. В Новый год каждый юный житель Луганской и Донецкой областей получит небольшие сувениры от неравнодушных россиян. В доброй акции поучаствовала и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. 47-я школа. Очень хорошо. Подарки. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое. Юлочная мишура, мягкие игрушки, варежки и шапки. Изначально планировалось собирать исключительно подарки, сделанные своими руками. Но люди решили расширить этот спектр. С утра до вечера не прекращается поток калужан, которые хотят хоть немного украсить жизнь детей войны. Самое главное, все те подарки, которые мы принесли и передали, они собирались искренне, с душой и в надежде, ну хоть чем-то, хотя бы маленькой толикой, помочь детишкам с Украины. Денис – школьник. Он услышал об акции и решил помочь хотя бы физически. Вот уже три дня он приходит сюда после занятий и сортирует подарки для детей Донбасса. Приносит новые коробки. Мы разбираем коробки, сортируем елочное украшение в одно, одежду в другую. Считаем это все, упаковываем и все. Егор Бурмистров – студент. Его позвал сюда друг. Он принадлежит к числу тех уникальных счастливчиков, которые не смотрят новости и далеки от политики. Помочь собрать подарки детям – это порыв души. Позвали то, что с другом по ночи. А вот, может быть, по поводу отношения к событиям, которые происходят сейчас на Украине? Ну, если честно, я не интересуюсь этим. Я не смотрю телевизор. Я не люблю все это. Участие в акции приняло больше сотни организаций. От министерств до детских садов. Калужская детвора приготовила подарки собственноручно. Многие написали своим ровесникам из Новороссии письма поддержки. Дорогие наши девочки и мальчики, мы ученики третьего класса школы номер два Калужской области. Поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, мирного неба, больше радости вам. И вот здесь много-много сердечек, солнышко. Вот она написала, что она, Ира, елку нарисовала. Организаторы акции приятно удивлены отношением людей. А самое главное – той неподдельной искренностью, с которой они это делают. Огромное спасибо тем жителям Калужской области, которые приходят от мала до велика и несут совершенно разные подарки для детей в Новороссию. Сегодня пришла бабушка, которая принесла нитки и сказала о том, что это для того, чтобы в холодную зимнюю пору родители могли детям связать носочки и варежки. Это натуральная шерсть. Завершить акцию планировалось 4 декабря, но введя энтузиазм, с которым люди продолжают нести подарки, решили с окончанием повременить. В четверг первая партия посылок добра будет отправлена в Москву. Там их укомплектуют и вместе с подарками от других областей в специальном новогоднем поезде отправят на Донбасс. Анастасия Юркович, Слав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Ну и сейчас пришло время поговорить о спорте. Ко мне присоединилась моя коллега Валерия Кузнецова. Лер, добрый вечер, тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. Мы сегодня поговорим о праздничных, позитивных новостях, в том числе обсудим международные праздники. Прямо уже через пару секунд. Награды нашли своих героев. 2 декабря в Москве прошла церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта за 2014 год. Лауреаты определялись в 15 номинациях. Гордостью России признана олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Напомним, что сезон зимних видов спорта приближается. Калужские лыжники также готовятся к началу стартов. Сейчас наши спортсмены находятся на тренировочных сборах, а уже завтра в Сыктывкаре начнутся всероссийские соревнования для юношей и девушек 17-18 лет. К старту готовятся и спортсмены из нашего региона. В рамках календарного регионального плана идет подготовка к зимнему сезону. Первый старт региональный у нас будет запланирован, по крайней мере, 21 декабря в городе Кирово. Один из этапов Кубка области пройдет. Надеюсь, что к этому времени уже снег выпадет и подготовка наших ребят не пройдет даром. Ну и по мере возможностей, те, кто здесь огнем скатается на реке, там лед используют. У нас тоже самое в Людиного, на озере катаемся, в Кирове тоже самое. То есть лыжники стараются каким-то образом изыскать возможность и готовятся накатывать объемы. Молодые резервы. В Калуге прошло первенство города подзюдо. В соревнованиях приняли участие более 150 юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. На татами школы «Вымпел» сразились представители четырех спортивных школ города. Соревнования позволили не только выявить уровень подготовки юных-зюдоистов, но и дали возможность спортсменам старшего возраста попробовать себя в роли судей. Большое количество участников было, ярко проходила борьба, интересно. То есть нам нужно было определить наш резерв, резерв на будущий год, что у нас есть. Ну и естественно каждый тренер ставил свои планы, свои цели. Думаю, что и ребятам понравилось, понравились соревнования, в которых они участвовали. На достаточно высоком организационном уровне, кроме всего прочего. И ребята, которые чуть-чуть постарше, принимали участие в судействе, это тоже немаловажно, судейская практика, умение мгновенно и оперативно принимать решения. Привещаем и ребят к тому, что тот, кто знает правила соревнований, тот хорошо должен бороться и ориентироваться. Российско-сербский праздник дружбы стартовал сегодня в Обнинске. Третью городскую школу посетила сербская делегация, состоящая из юных пловцов и хоккеистов. Площадка для праздничного концерта выбрана не случайно, ведь именно эту обнинскую школу окончил один из организаторов поездки в первый наукоград Стефан Генич. Здесь вырос, в этом городе, закончил эту школу. Двое моих детей играют в Олимпии в хоккей, поэтому вид спорта определился сам собой. В Олимпии очень сильная школа плавания, поэтому мы присоединились сюда в школу плавания. Я пришел в Белграде в клуб «Партизан» и пригласил их принять участие в соревнованиях в Калужской области, в Обнинске. И напомню, что в пятницу, в субботу, в спортивном комплексе «Олимп» пройдет открытый кубок губернатора Калужской области по плаванию. В нем также примут участие спортсмены из Сербии, а в ходе двух выходных на лед выйдут команды разных возрастов – Белградского партизана и Обнинского Олимпа. Гости Сербии уже опробовали лед и с нетерпением ждут предстоящих матчей. Для наших детей эта поездка будет очень полезна, ведь мы сможем обменяться культурными и спортивными традициями. Так все знают, что российская школа – одна из сильнейших в мире, а мы сейчас имеем уникальную возможность перенять опыт обнинских коллег. Студенческое первенство области по волейболу продолжается. Уже завтра, 4 декабря, состоится финал соревнований. В борьбе за первое место на волейбольной площадке встретятся юношеские команды Калужского филиала МГТУ имени Баумана и Калужского государственного университета имени Циолковского. Долгожданный матч пройдет в спортивном зале Бауманского университета. Начало 18.00 не пропустите. Вот такие новости у меня сегодня. Спасибо, Валерия. Мы благодарим вас за внимание. Увидимся в наших следующих выпусках.